Всем привет! Мы в игре Shadowrun Dragonfall. В келлинизации находимся мы. И у нас задача починить два насоса. По-моему здесь тело лежит. Да, казалось, что не казалось. Кого-то мы заметили, как до сюда спустились. Этот труп выпотрошен. Его конечности начисто оторваны, а грудная клетка странно деформирована. Истрепанные колочки синей служебной униформы свисают с груди. Обыскать. Вы находите потрепанный справочник руководства по техническому обслуживанию. Книга состоит из изображений турбин, насосов в разрезе, инструментов и описаний процедур технического обслуживания. Некоторые страницы заложены закладками из разноцветной бумаги. Полистать до желтой. В основном на этой странице изображены турбины в разрезе. На полях нацарапано 82, 28, 96. Интересно, запоминать это надо? До желтой, до зеленой. На полях этой страницы какие-то записи, но вы не понимаете языка. Нормально. Единственное слово, которое вы сумели разобрать – компьютер. Написано несколько раз. Забрать книгу. Вот работник этих обслуживания. Насосы-трубины. Ничего он не сказал по времени, но, скорее всего, это и есть напарник. Ой-ой-ой, там что-то то ли скрипит, то ли визжит. Напарник человека, который нас сюда попросил спуститься. Не всегда понятно, где проходы. Там я вижу проход, вот здесь не ясно. Можно ли попасть на муторь. Это совершенно побочное задание, но оно не менее интересное от этого. Компьютеры, насосы. Один, второй. Сначала осмотреться. Чтобы нам еще одно тело. Куча костей. Эти кости вместо людей обглоданы дочисто. Консоль насоса номер один. Панель управления. Статус насоса. Был остановлен. Поток воды из южной турбины провален. То есть не работает. Южная турбина была отключена. Постоянный поток воды остановлен. Запуск теста насоса пройден. Насос в рабочем состоянии, но не получает полный поток воды из южной турбины. Операции для насоса. Нельзя осуществить, потому что операции с насосом были перенаправлены на центральный компьютер объекта. Это ты? Нет. Консоль второго насоса. Статус. Поток воды из южной турбины отсутствует. Южная турбина была отключена. Насос. Запуск теста провален. Насос засорен и не может быть расчищен. Требуется восстановление потока воды. Также полное отключение и перезапуск насоса. Операции. Тоже с центральной базы. Только с центрального пульта. Ясно. Насосы здесь. Ой-ой-ой, что-то там стекает нехорошее. В общем, мы про насосы, а не про колесы. Центральная консоль. Чё всё сочится? Мяукнул. Склад, но у него входа нет. Точнее, не вход. Контроль над операциями. Нам турбин. Оба, да. Кто хотел сказать, что это за животное поселилось? Два животных. Нет, представьте, мне нравится больше. 67, 66, 67. А сколько у него жизни? Давай его озвездим. Нормально озвездили, а этого? Что это вообще за существа и почему они такие верткие? Рассеянный огонь. Нет, рассеянный слишком. Все, надо этого добить. Инфекция. И ещё один бежит. Хотя мы там были. Инфекция. Я не знаю, чем лечить. Я буду надеяться, что она лечит с обычными таблетками. Ну и зачем, спрашивается, для этого оружие-то режим? Продолжим. К рассмотрю гульника. А, ну вот тут есть, а здесь нет. То есть я пока не знаю, излечился ли от заражения. На шестёрочку урон. Не добили. Прибежал ещё один. Прибежал ещё один. так как его увеличивает шанс попадания на 15 процентов длится 4 хода на его ж надо на кого-то попал пробивающий удар не позволяет ходить в течение двух ходов то что надо не может двигаться все зато мы можем стрелять перезаряди еще один гитрих это что такое точный бросок да не давать необычным он не двигается в неподвижного попасть то можно мне кажется хорош точный в игре все режимы сделаны для галочки по моему дополнительные можно стрелять одним единственным и не ошибешься все равно по подаче 50 процентов нет у меня есть не может двигаться так горе он двигаться не может ты можешь отойди и горящим патроновым на 12 что это было и куда она делась и вообще это что такое даже не разговаривающее а тут что можно подобрать контроль над операциями панель операции с потоками воды мициализация выполнена перезапуск насосов нет нам надо сначала турбину включить что там подобрать 179 рублей ну открыть дверь одобрен предмет гипер гипер это к примеру что точность повышать на 6 процентов получаем урон на 3 на 5 ходов ладно перезапустить первый насос поток воды из южной турбины нет отсутствует турбина отключена насос запуск пройдено но воды из турбина нет насос не включен второй насос зазор выполнена с ошибкой провалена все ясно как открыть дверь не ясно и ничего нельзя взломать нигде карты тут нет указаний нет побродили мы везде уже мне кажется но мы не до сюда сейчас добегу надо искать и где еще есть какие-то обходные пути вот здесь еще не были пошли а вот тут еще не были стоять управление турбинами турбина отключена запустите и замок активирован пожалуйста введите ключ авторизации чтобы приступить к запуску но это тот который мы видели 822896 замок деактивирован запустить турбину турбина запускается труп из кромсон и до неузнаваемости и все и все оба на вражеский ход нет двое пока что не дать им трое дети хоть а где-то была полезная способность жечь напалмом небольшой магический поток не может двигаться хорошо гранату жалко м-да Глория горящим патроном 53% почему он же не двигается точный выстрел если что их нужно было сжечь на мосту они многовато вас так чтобы его захватило и того захватило нет так не получится электроядро вот электроядро хорошо сейчас хорошо было один раз попасть один раз попасть я не знаю что это у меня не стало супер солдатами у меня заражением нам сейчас нужно технично отойти вот сюда в спину в спину выстрелить вот этому сделать так чтобы он не двигался промах блин мне же лечить надо было но лечение не убирает отравление поливай поливай полил а инфекция интересно складывается если на по 4 меня уже 4 раза ударили минус 16 и я то сейчас прямо поеду прямо все грошу и поеду понятно я не боец критический урон точный выстрел да ему критический урон точный выстрел да ему хотя бы хотя бы 63 что этому что это вот этому 3 всего 3 вот зачем нужно вот это все зачем нужен пуле пистолет пулемет с каким-то непонятными непонятными режимами стрельбы когда все равно не попадаешь не может двигаться тихо обычно выстрел пропадает 50 процентов два выстрела дается один попадаешь один нет все остальное можно не трогать дитриха регулярно попадает это молодец я бы одну попал еще одну так меня то надо спасать так стоит вопрос надо было мне отойти и их электрошоком ударить электрошок уже откатился я был без шарик поздравляю тебя ты был без ты был без сама отходил отсюда все я уже устал я мухожук а дитрих электроразрядом прям в эту брач прям в эту брачу горе ну продолжай хорош ну хотя бы кто-нибудь за весь бой попадите два раза подряд за за все я еще живой почему-то вот здесь я хотел посмотреть еще здесь было бы что-то нарисовано если бы было на полу что-то лежавшие все слежавшиеся ну все турбину запустили сейчас насосы запускать начинку ну все ну ну и ну то насос 1 в исправном состоянии перезапуск насос 2 засор расчистка препятствия выполнена Перезапуск успешен. Запуск диагностики успешен. Насос в полностью исправном состоянии. Да, ну конечно. Здрасте. Волоча ноги спотыкаясь, к вам движется куча изорванной плоти. Во взгляде существа читается отчаяние. Гуль, подал это, не стреляйте. Дыхание Гуля разит гниющим мясом. Мы не такие, как остальные. Вы вообще кто? Что? Напасть на упыря. Это чудовище, уничтожить его. Мы не такие, как остальные. Ну, он, по крайней мере, говорит. Расслабься, мы тебя не тронем. Из рта Гуля вырывается резкий всхлип. Спасибо тебе, Чаймер. Учитывая мое состояние, я потерял всякую надежду. А ты кто? Я говорю от лица всех Гулей Крест Базара. Штамп Кригера разрушил мое тело. Вялым жестом он указывает на свою серую, гнилющую плоть, которая свисает с кокстей. Но я сохранил разум. Штамп Кригера. Это не которые, когда они с этой... С драконом дрались. Он кивает. HMHVV вирус, что заразил нас. Он поразил нас изнутри. Но мы не монстры, сэр. Мы больные люди. Пока больны неизлечимо, хотя некоторые из нас все еще цепляются за надежду. Можешь считать нас прокаженными, если хочешь. Продолжаем. Много лет мы тут жили внизу, под Крест Базаром. Все это время это место служило нам убежищем от внешнего мира. Мы работали в обмен на еду. Для нас и наших диких собратьев. И мы выжили. Но сейчас нам перестали приносить пищу. Самые дикие сходят с ума от голода. Они опасны для всех. Даже для нас. Вы работали за еду? И кто же вас кормил? Доктор. С поверхности этого вашего Крест Базара. Он не давал нам голодать. Контракт это гарантировал. По условиям сделки мы обслуживали насос, обеспечивающий течение сточных вод Крест Базара. Взамен доктор отдавал нам съедобные медицинские отходы. Разумно их используемые вполне могли на них прожить. Деккер следила за тем, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным. Но с ее смертью доктор отказался от сделки. Безобещанной контрактором пищи наши дикие братья сошли с ума. В своем безумии они стали так опасны, что мы больше не можем обслуживать насосы. Деккера случайно не Моникой звали? Он кивает. Да, ее звали Моника. Значит, благодаря вам, канализационные системы сами заботились о себе? Да. По правде говоря, мы бы продолжали работать с насосами, даже если бы доктор нам не платил. Мы любим то, что делаем. Это позволяет нам чувствовать себя людьми. Но штамм Кригера заставляет нас есть человеческую плоть. Иначе мы и сохнем, и умрем. Без регулярной кормежки нам не останется ничего другого, как охотиться за едой. Думаю, я знаю, как решить вашу проблему. У нас же есть теперь знакомство. С патологоанатомом. Подернутые молочно-белой пеленой глаза существа расширяются. Да, прошу, сделайте что-нибудь. Все, что угодно. Мы в отчаянном положении. В отчаянном. В Крис Базаре есть только один доктор. Я не знаю этого парня, но все равно с ним поговорю. Гуль кивает. Возможно, вы сумеете убедить его в том, что не вышло у нас. У нас есть камлинг. Его дала нам Деккер. Прямая линия с офисом Экибеля. Если вы позвоните, то он ответит. Ну, типа, если вы позвоните, то он вам ответит. А что-то я не понял. Или я перепутал два. Шедоурана. А, да, тот же. Это я с другим перепутал. Это тот шедоуран начинался. Мы искали. А здесь начинался с бега сразу камлинг. Давайте зафиксируемся. Потому что, может быть, нам не хватит каких-нибудь обходительностей. Вы поднимаете трубку, собранной из самых разных высокотехнологичных частей. Но аппарат собран явно на скорую руку. Он напоминает вам ваш рабочий компьютер, собранный Моникой. В серии ритмичных постукиваний по клавиатуре, вот вы уже на связи. До ваших ушей доносится голос доктора Эскибеля. В его голосе сортист раздражения и высокомерия. Доктор Эксавьер Экзибель. Если вы опять звоните, чтобы умолять меня, то я вешаю трубу прямо сейчас. Я и так уже долго терял из-за вас деньги. Есть множество разборочных мастерских и сборщиков органов. Они бы дали хорошие деньги за... Меня зовут Джангл, доктор Экзибель. Возможно, вы обо мне уже слышали? Джангл, Экзибель пытается скрыть удивление в своем голосе. Получается, не слишком хорошо. Какой сюрприз. А я все думал, когда же мне выпадет счастье с вами познакомиться. Вот и выпало. Присядьте. Если вы не против, то я спрошу, почему вы звоните по этой линии. У вас поймали с поличным. Придется вам кое-что объяснить, доктор. С каким поличным? То, что он сюда органы справлял? Сплавлял. В принципе, это не преступление, потому что это были отходы. Как бы это жутенько не звучало. У меня только что был крайне интересный разговор с одним из ваших постоянных клиентов. Начнем мягко. Не знаю, что эти существа вам наговорили, но мне они не клиенты. Они никогда ничем не платили за мои услуги. Они поддерживали работоспособность к канализации, док. Ну да, только я не понимаю, почему это именно моя обязанность платить им за это. Вы подписали контракт, и я ожидаю, что вы будете ему следовать. Но ведь у контракта две стороны. Он же все-таки не получает прямой выгоды. Можно поступить проще. Если вы не намерены их кормить, то я покормлю их вами. Доктор, не надо этих выступлений. Вы не хуже меня понимаете, что тут произойдет, если этого не сделать. Он совершенно отбит. Он скажет, ну мне-то что? У меня чистенько, сухонько. Тем более, он его просто давит жаба. Потому что он может эти органы куда-то продавать, а вместо этого они как бы в никуда уходят. То есть он просто теряет деньги. И за счет этого вот он выкобенивается. Из-за этого. Можно надавить, чтобы вы подписали контракт. А можно на сознательность надавить. Давайте на сознательность сначала. Вы не хуже меня понимаете, что тут будет, если они перестанут работать. Что я точно понимаю, так это то, что я больше не буду делать это задаром. Точка. Контракты не вечны. И уж простите меня за эти слова, но я не вижу достойных причин продолжать следовать контракту. Моя клиника это бизнес, а не благотворительный фонд. И если ваши новые друзья не заплатят, то биоматериал они не получат. Вот и обращайтесь с людьми по-хорошему. Если вы их не накормите, я открою ваш маленький секрет всему пресс-базару. А что если я предложу платить их еду, единовременный платеж прямо сейчас, и вы продолжите соблюдать контракт? Не подходит. Он получит какие-то деньги. Через неделю ему будет казаться, начнет казаться, что он продешевил. Через месяц денег уже не будет. Он будет уверен, что он несправедливый контракт. И он опять перестанет все делать. Упырение денег, вы сами это знаете, но может быть вы от них хотите что-то еще? Ну а что он скажет? Нет ножек, нет варенья. Они и так работают. У них ничего нет. У них одна беда на всех. Они еще продолжают бороться, работают. А вот еще от них что-то требовать. Нет, чудик, я тебе нос сломаю. Извините, я не это хотел сказать. Вы их накормите. Если вы это не сделаете, я открою ваш маленький секрет всему крест-базару. В голосе звучит недоверие. Сделайте это, и ваши друзья гули умрут. Медбахи воспользуются своим арсеналом, возьмут это место штурмом и сотрут их в порошок. Да-да, сюда нагрянут. Но упырить тут уже не будет. А вот вам, с другой стороны, повезет значительно меньше. Наступает пауза. Когда доктор заговаривает вновь его... В его тоне слышна настороженность. Что вы имеете в виду? А то, что это палка о двух концах, док. Как вы думаете, что сделают ваши соседи, когда узнают, что вы больше года кормили толпу голодных упырей человеческим мясом? Этот план был идеей вашей подруги, этой вашей святой Моники. Моника погибла, теперь этим занимаюсь я. Так что, мне скажите, что будет дальше? Доктор долго молчит, наконец вы слышите вздох. Передайте своим дружкам, что я передумал. Их кормежка немедленно возобновится безо всякой дополнительной платы. Раздается щелчок, отключается связь. Новая цель – решить, что делать с гулями. А что делать с гулями? Были бы у нас технические возможности или научные, конечно, помочь. А так... Ты снова здесь? Мы подобщались с доктором. Начиная с сегодняшнего дня, у вас снова будет регулярное питание. Огромное спасибо, обитатель поверхности. Для нас это значит больше, чем ты можешь представить. Ну и все, у них ничего нет. Диких мы перебили. Осмотреть мы все осмотрели. Насосы мы оттуда запустили. Понятно, почему кости обглоданы. После всего того времени, что вы провели в канализации, свежий воздух крест базара для вас долгожданное облегчение. Легкий ветерок витает между улицами, неся с собой запахи готовящейся еды, пролитого явно дешевого алкоголя и костров, разожженных, чтобы прогнать холод. Впрочем, вы все еще улавливаете зловоние канализации. Оно оставляет неприятный осадок в носу. Но, по крайней мере, насосы снова работают. Если бы канализация переполнилась, пахло бы здесь... намного хуже. Я думал, мы доктор будем шантажировать тем, что он не хочет городу помочь, что из-за него авария произойдет. А работники обслуживания... Блин, наконец-то! Я уже начал беспокоиться, вернешься ли ты вообще? Что произошло? Все в порядке? Ну как, все с насосами, все. Все улажно, ты можешь идти. После того, как отдашь мне мои деньги. А что насчет Виктора? Соболезную он погиб. Боже, бедный Вик. Даже не знаю, что скажу его родне. У него такая сплоченная дружная семья. В течение обстоятельств. Предмет. Руководство по техническому обслуживанию. Мне тут попалось кое-что, оно было при нем. Может, ты передашь его им? Это спасибо. Они... Он вертит в руках руководство, проводя пальцем по бумажной обложке. Они это оценят. Вот твои деньги, как и обещал. Еще раз спасибо за помощь. Ну и получается все. 25 очков кармы. Это уже кое-что. Это уже кое-что. Дейкинг. Можно качнуть. Не всегда с нами будет. Контроль дронов. Нам пригодился. Мы могли турель взломать. Но, верняка, теоретически была возможность, но мы не смогли. Сила воли. Заклинания. Использование ци. Вызов духов. Колтовство. А где магия лечения? Это магия нанесения вреда. Я хочу доктором быть. Видимо, не в этом. Не в этой заезде. Не в этой жизни. О, а это что такое? Сумка центовщицы. Нормально. Мы заработали сейчас. Порадуем. Надеюсь, он ее не утащит. Бросит сумку пятерку. Штаб смысла идти нет. Работу мы знаем. Нам на метро. И на сложный выезд. Мы тратили аптечки. Я вот только не помню. Мы когда в прошлый раз смотрели расход денег, там было на отряд, оплата отряду и восстановление. 1600 было на снаряжение. Но вряд ли нам туда нужно. Думаю, все это автоматически происходит. Не будем уже идти в компьютер щупать. В следующий раз отсюда отправимся в метро. Почему только? А, тут, наверное, три метрополитена. А, и вот с этим поговорить насчет оружия. Так что, может быть, мы не в метро даже в следующий раз отправимся. Да, вот он, гуннери, который потерял караван с оружием. В следующий раз с ним поговорим. Потому что оно тоже на 500 рублей. Тоже такое должно быть более-менее доступное задание. На сегодня все. Быстренько мы там прочистили трубы. Спасли город. И в следующий раз уже пойдем на привычную работу. Разбираться, куда делся караван с оружием. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok